Пока настраиваем камеру, все подписываемся, ставим лайки, колокольчики, высылаем деньги. Нет, это потом. И снова всем привет, с вами Филипп. Я рад приветствовать вас на канале строительной компании Skyhome. И сегодня я вам расскажу о 10 тупостях, о которых все жалеют после постройки своего загородного дома. Да, и самые провальные мы оставили напоследок, поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца, там будут самые трешевые ошибки. И первое, что довольно часто приходится слышать от своих заказчиков, которым построили дом, это многие называют то, что участок построен достаточно далеко от Москвы и неудобная транспортная доступность. Кстати, нередкая ситуация, когда у тех, кто строит свою первую дачу загородную, у них нет почему-то автомобиля. И они выбирают при этом еще участок в довольно-таки плохой локации, где нет рядом электрички или автобусной остановки, и как-то надо там на оленях, на ослах добираться еще полдня до своего домика. Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Уже приехали? И совсем не смешно. Вот это прям вообще самая ломовая ошибка, и таких участков очень много на самом деле. Но в основном проблема связана с тем, что люди выбирают неправильно локацию, то есть им риэлтор может предложить какой-то участок, находящийся, например, в Дмитровском районе Московской области. Я тогда жахнул. А живут они где-нибудь на востоке Москвы, и вроде как бы по Дмитровскому шоссе ехать полчаса, ну может быть час, а еще по Москве надо полтора-два часа в час пик, тошнить по пробкам. И в итоге получается, что поездка на дачу вроде как бы там недалеко от Москвы, а дорога может занимать три и более часов. Например, вот у меня, у меня хоть дом расположен со стороны, в том же направлении, где и дача, то есть я живу там на востоке Москвы, и у меня дача на востоке Москвы. Но у меня очень тухлое направление Егорьевское шоссе, там постоянные пробки. Я, например, в пятницу на дачу никогда не езжу, это просто провал, там можно в час пик ехать, там и пять часов, и шесть часов бывает люди катаются. А просто по пустой дороге, вот стандартная такая поездка, 2.20, 2.30, это занимает легко. А несколько раз я слышал, что люди говорят, да даже когда час 30, час 40 едешь на дачу, то это уже их выматывает, и они приезжают уже уставшие, и им не хочется лишний раз ездить на дачу, даже потратить полтора-два часа. Хотя это, например, там хороший район, уже там Тульская область, это всего там 100 километров от Москвы, и там природа хорошая, электричество дешевое, и вообще там прикольные речки рядом. Но вот я несколько раз от людей слышал, что, блин, а мы хотим продать. Два года они пожили, помучались в их понимании, и хотят где-то что-то поближе, подороже участок, но поближе к Москве, чтобы не так долго ездить. Вторая, наверное, такая тоже из самых распространенных вообще ошибок, а точнее, как бы тупости в нашем варианте, это взять и построить дом вообще не глядя на то, что у нас будет на участке вообще в перспективе. То есть вот у нас есть участок, какой-то условный прямоугольник, там, где дом поставить? А, давайте вот прям вот так, шлеп его так посерединке, все, супер, решили проблему. А потом выясняют, что, ой, для машины места заезда не хватает, надо было бы домик сдвинуть чуть в сторону. Ой, а как нам септик теперь копать или скважину? Скважину, если кто видел, как будет приезжать здоровенная машина и начинать бурить. И там в течение двух-трех дней она набуривает такую кучу глины, что ее потом вывезти непонятно как, да, надо погрузчик вызывать там или КАМАЗ подгонять. А у вас уже дом перекрывает получастка. И что с этой глиной делать? Это вручную кого-то нанимать, возить дорого и грязно. Потом забывают, что загородный дом – это не только дом, это еще всякие хозяйственная постройка, где мы храним всякие косилки, лопаты, черти-чего, там полно всего. Баньку всегда, ну не всегда, очень многие в какой-то момент приходят к тому, что надо построить баньку или что-то такое, типа сауну, хамам, у кого деньги позволяют. У нас должно быть место для компоста. Что такое компост? Это то, куда мы скидываем всякую траву и растительность, потому что участок даже 6 соток, даже когда много построек, надо много всего этого косить, много травы. И эту траву нельзя просто взять и куда-то бросить веером. Ее надо складывать в компост, чтобы она перегнивала и, соответственно, превращалась в удобрение в перспективе. Итого, то есть, когда вы выбираете локацию для дома, где вы будете встать, надо обязательно учитывать, где будет у вас хозблок, где у вас будет станция очистки септик, где у вас будет колодец или скважина, навес, место под бассейн, место под барбекю, место для беседки или террасы будущей. Вот это все нужно учитывать и все это планировать до того, как вы начали строить дом и вообще выбирать даже свой проект. И тут лучше, конечно, обратиться либо к очень хорошему архитектору или хотя бы в нормальную строительную компанию, где он порекомендует вот эти все вещи, на которые надо обратить внимание. Третий косяк при строительстве своего дома – это когда заказчики начинают проектировать дом сами, не будучи вообще ни архитекторами, ни строителями, вообще не понимая в этом ничего. И постесняются и поленятся обратиться к профессионалам, к архитекторам и начинают делать планировку всю сами. И начинается, что то тамбур маленький, то кухня маленькая, то санузел маленький, то вообще один санузел на два этажа в большой дом предусмотрят. И потом очередь по утрам выстраивается в этот санузел по талончикам. Часто забывают котельную лишний раз сделать, кладовки очень полезные. Потом начинают планировать, планируют, планируют, бац, на лестницу место. Не осталось, вкорячивают какую-то хреновую винтовую лестницу. В связи с коронавирусом еще такая тенденция возникла, что многие уезжают на дачу надолго и работают на удаленке. И вот при строительстве дачи забывают как раз выделить себе место под кабинет. Потому что работать, допустим, в общественной зоне, в кухне-столовой или где-то в спальне, очень часто неудобно. Потому что, особенно в кухне-столовой, там большая ходимость, кто-то что-то по телефону говорит, кто-то что-то готовит. И получается, что для работы, если вы работаете удаленно, и есть такая возможность работать удаленно, и вы хотите этим заниматься с дачи, своего загородного участка, нужно делать отдельный прям кабинет. И про это практически все вообще забывают. Хотя бы там 6 метров, но надо выделить для этого. Не получится отсиживаться в спальне. Все равно будут какие-то проблемы с этим. Следующая прям распространенная ошибка, которую совершают практически 99% всех самостройщиков, которые не обращаются к профессионалам, это строят дом без планировки мебели. То есть просто выбирают какую-то условную, прямоугольную систему планирования. Считают, что это все нормально. Потом как-нибудь распихаем туда мебель, еще хуже. Потом как-нибудь там розетки распределим. И причем начинают именно с розеток. Не с мебели, а с розеток. И получается, что построили вроде дом. Вроде все нормально. Давайте розеток натыкаем, вот примерно как мы думаем. Натыкали розеток. А потом доходит дело до мебели. И начинается, что опс, диван закрыл розетку. Опс, кухня выше, чем розетки установлены, получилось. Потому что кухня тоже бывает 87 сантиметров, а бывает 94. И мы с таким сталкивались один раз. То есть рассчитывали под маленькую кухню, а заказчик купили большую. И пришлось все розетки перештробить в каменном доме. Это прям целое шоу было. Когда уже плиточный фарту готов, все уже. Это прям вообще целое искусство. Вот так вот накосячить. Забывают постоянно, что будет какой-нибудь кондиционер обязательно. Какое-то дополнительное оборудование. Просто розетки под ноутбук забывают лишний раз сделать. Сделают одну розетку на спальне и все. А у нас там зарядка для телефона, для ноутбука, для телевизора, для какой-нибудь приставки для телевизора. Какой-нибудь увлажнитель нужно поставить, если нет бюджета на нормальную систему увлажнения. И понеслось, что там на какой-то спальне нужно штук 6-7 розеток. Не говоря уже про кухню. Например, на кухне, я так примерство привожу в квартире. У меня кухня, такая как кухня-гостиная, 16 квадратных метров. Там установочных изделий под розетников 32 штуки. На одну только кухню. Я там учел все. У меня проблем там с удлинителями вообще не возникает. Но, соответственно, это тянет за собой то, что необходимо сесть и подумать. То есть, прежде чем сделать какую-то планировку, расставить мебель, продумать, хватит ли вам такой площади для, допустим, кухни-гостиной, надо сделать всю планировку мебели и под каждую технику, под все точки запланировать розетки. Да, это месяц заняло у меня. Но я это потратил, я зато теперь вообще не жалею ни разу. Еще один распространенный косяк, это то, что почему-то многие привыкли с советских времен, что в квартире достаточно одного санузла. И когда строят дом больше 100 квадратов, причем двухэтажный, как правило, то говорят, нет, нам не нужен на втором этаже санузел, типа ни к чему это, это лишние коммуникации, будет что-нибудь протекать, нет, не надо. И уходят в строительство с одним санузлом. И только потом, спустя там 2-3 года, когда они набегаются по ночам в туалет по лестнице, до них доходят, что да, Филипп, надо было тебя послушать. Ты с*** брав. Мы, конечно, на халтуре по-взрослому. Обязательно хотя бы маленький санузел, когда вы ночью можете встать куда-то, сходить по малой нужде, на втором этаже нужно обязательно. Да и в одноэтажном доме тоже, если у вас, допустим, три спальни, кухня-гостиная, где могут гости остановиться, нужно делать обязательно два санузла. Потому что если у вас там двое детей или трое, взрослые, кто-то в гости приехал, посмотрите, там после каких-нибудь шашлыков утром, какая очередь будет в туалет? Это реально будет драка в туалете. Поэтому обязательно два санузла надо делать. Пусть один будет основной большой, второй маленький, но делать надо обязательно два. Либо, ну как вариант, сделать уличный, но на улицу, допустим, в дождь вслякать, в мороз бегать лишний раз, с утра одеваться неудобно. Поэтому лучше все-таки в доме сделать. Следующий такой распространенный заблуждение, приводящий к довольно существенным таким ошибкам, это почему-то отказываться от тамбура. Мы все-таки живем в холодном климате, Московский регион и все окружающие регионы, тут достаточно холодно. Настопительный сезон 7 месяцев в году, плюс-минус от региона, ну в среднем так получается. Для чего нужен тамбур? Тамбур это такое помещение, такой буфер тепловой. Когда мы открываем дверь уличную, теплый воздух, он имеет большее парциальное давление, так называемое, он все время, получается, надувает домик изнутри. Он все время пытается выйти наружу. Соответственно, открывая здоровенную дверь, 2 метра квадратных площадь, теплый воздух устремляется выходить весь на улицу. Соответственно, он выходит через верхнюю часть, через нижнюю часть двери, заходит у нас холодный воздух. Если в этот момент кто-то рядом из санузла, с помытой головой, не до конца вытерся, выходит из душа, соответственно, ему по ногам прям нормально стелется прям ледяной воздух. А вверх уходит. Соответственно, вы греете улицу, вы отмораживаете себе полы на входе. И это плюс, если у вас не сильно крутая дверь, без терморазрыва, в хорошие морозы 100% покрывание инием этой двери, и по ней будут течь прям ручьи воды, вплоть до того, что там ламинат вздувается прям за неделю, прям пузырями надувается. Нужно обязательно делать тамбур. Либо ставить, если вы не делаете тамбур, то надо ставить хотя бы как минимум хорошую, теплую дверь с терморазрывом, качественную, недешевую. Но при этом все равно, говорю, термодверь вас не защитит от того, что при входе-выходе, особенно с какими-то пакетами, с детьми, которые там полдня выходят, какие-то там велики вытаскивают или самокаты. Эта дверь открыта долго, и тепло уходит очень активно. Еще одна трешевая ошибка, которую совершают в основном те, кто первый раз в жизни строит свой загородный дом, и кто до этого жил в основном только либо в квартире, либо в одноэтажном загородном доме, они не уделяют должное внимание лестнице. И часто думают, что а, лестница, ну это лестница, что там в плане какие-то ступеньки нарисованы, ну чем меньше, тем лучше, больше места будет полезного для всяких спален, гостиных, туалетов, и оставляют мало места для лестницы. Потом, соответственно, вкорячивают туда что-то невозможное наподобие винтовой лестницы или с кучей поворотных ступенек. И после прямо, наверное, недели эксплуатации, как правило, происходит первое падение с такой лестницы, люди понимают, что что-то не то. Начинают рыться во всяких форумах. Выясняется, что лестницу нужно делать совсем по-другому. То есть у лестниц всегда есть определенные стандарты, которые надо соблюдать, чтобы это было комфортно. У нее есть шаг, высота, ширина, длина лестницы. Сделав маленькую узенькую, с кучей заворотных ступенек узеньких лестницу, вы обрекаетесь на то, что вы будете постоянно с нее летать. Я вам даже больше скажу. Был недавно в одном загородном доме довольно приличном. Там деревянная лестница, покрытая лаком. Хорошие ступеньки, не очень высокие, широкие. Удобно ходить, чувствуется прям комфортно ногам и по высоте, и по ширине. Но на краю лестницы наклеены такие шершавые полосочки. Я говорю, что летали? Говорит, регулярно. Просто регулярно. Лаком покрытая деревянная ступень. Она скользкая. В носочках идешь, прям все, уехал. Говорит, чудом никто ничего себе не сломал, но шишек набили много, пока не наклеили вот эти бордюрчики. Либо уже делают такие специальные тканевые коврики, нашивают, чтобы это было как минимум не скользко, а еще и когда ты ходишь по лестнице, чтобы стуков не было. Поэтому лестницы, вообще, наверное, одно из ключевых вниманий в доме. Особенно, если у вас полноценные два этажа, и у вас полноценный второй этаж постоянно эксплуатируется. Не просто гостевой какой-то там, мансарда. Раз в сто лет туда кто-то заходит, а чтобы постоянно его эксплуатировать. Обязательно уделяйте много времени и внимания лестнице. И один из самых моих любимых и тупейших косяков это строительство своего загородного дома из бруса. Из простого бруса, из профилированного бруса. Сейчас мы не говорим про клееный брус. Клееный брус это все-таки отдельный такой сегмент. Это достаточно дорого, и там можно сделать качественный продукт. А вот берут простой сырой профилированный брус или обычный брус, и вот думают, что они сейчас построят классный дом. Причем есть примеры, когда людям объясняют, что нет, это холодно, это усадка, это щели, это постоянный геморрой с борьбой за живучесть этого дома. За щели, за протекание и так далее. Нет, люди не верят, строят брусовой дом. И спустя некоторое время люди приходят к чему? Потому что они, да, понимают, что дом в щелях, и он постоянно дает усадку, надо конопатить. И для примера могу сказать, что большинство домов, которые мы утепляем и отделываем снаружи, то есть мы часто занимаемся отделкой, фасадной отделкой домов, это именно клиенты, которые себе где-то у кого-то или сами построили брусовые дома. Они за 2-3 года вот так наедятся вот этой борьбы за живучесть этого дома, за обеспечение непродуваемости его, за борьбу с усадками. И в итоге приходит к тому, что проще его в 100 миллиметров ваттой снаружи утеплить, обмотать его в пластик какой-нибудь, в сайдинг или во что-то, и получить хоть какую-то вменяемую теплотехнику. Потому что продувание это просто перманентное. Сколько было в брусовых домах, опять же повторите, не вклеенных, а просто в брусовых домах, которые из профилированного бруса, из сухого, из мокрого, из простого, даже бревенчатые дома этим страдают. Зимой нагревается дом, ходишь с тепловизором, смотришь везде на камеру тепловизора, все углы фиолетовые, вся стена нормальная, углы фиолетовые, где-то венцы сели неровно, там тоже щель на улицу, у тебя температура воздуха плюс 26, у тебя в углах минус 3, на стенах кое-где у тебя там плюс 3, плюс 5, и соответственно это к чему приводит, что там углы потеют, мокнут, их продувает, как правило в углах на мансарде стоит кровать, там в ухо дует в башку, там спать невозможно, и соответственно приходится все это дело довольно круто и задорго модернизировать. Просто конопатка этих стыков, как правило, не помогает, особенно у профилированного бруса, когда у нас вот такой замок идет, мы не можем его проконопатить на всю толщину, то есть это в бревне, где лунный паз, можно туда запихнуть хоть что-то, и так и делают, а вот в профилированном брусе это вообще прям целая проблема. И соответственно тут сразу возникает вопрос, зачем тратить время, деньги и нервы построить брусовой дом, а потом вокруг него сделать каркасную отделку из ваты брусков и сайдинга, когда можно сразу построить нормальный качественный дом с нормальной толщиной стены, который будет сделан из той же самой минеральной ваты, пленок и сайдинга, но при этом будет сразу непродуваемый и теплый, как положено, как во всем мире строят каркасные дома. Поэтому если хотите построить качественный дом, то обращайтесь к нам по ссылке в описании, мы вам построим хороший, качественный, теплый дом. В двух словах, в чем проблема брусового дома? Что такое бревно, брус? Это дерево, которое срубили и положили горизонтально, и в процессе усушки дерево начинает уменьшаться в размерах, и оно уменьшается по ширине ствола, то есть по мере того, как выходит влага, или набирается влага, то дерево уменьшается или увеличивается. Соответственно, если мы дом построили вот так вот из венцов, из набора стволов деревьев, то в процессе усадки, усушки и вообще в процессе эксплуатации, а у нас в процессе эксплуатации влажность меняется довольно в больших пределах. То дождь фигачит целую неделю, у нас влажность 100% на улице, то мы включили зимой обогреватели электрические, и у нас влажность упала там до 15%. У нас диапазон, в котором работает дом, диапазон влажности очень большой. Соответственно, когда у нас стены обладают вот этой вот линейным расширением, в зависимости от температуры и влажности, а это брус, то мы ловим какие проблемы? У нас стена то большая, то низкая, то большая, то низкая. Соответственно, справа у вас дерево, это низ дерева, слева, по мере того, как лежит бревно, верхушка, в другом месте наоборот, где-то все это вручную запилено, зарублено на углах или станками, но все равно это все вручную, как правило. И получается, что тут дерево так усохло, тут так, там наоборот, тут по третьему, и у вас вот эта вот усадка дерева и деформация стен происходит неравномерная. И отсюда появляются, постоянно появляются какие-то щели, которые надо как-то удалять герметиком, или как-то утеплять, зашивать. Это такой процесс достаточно постоянный. Да, это в какой-то момент происходит все меньше, меньше, и меньше в процессе эксплуатации. Но вот, например, один из клиентов про бревенчатый дом так сказал. Я, говорит, шесть раз дом переконопачил, шесть раз, это же, ну, вообще с ума сойти. То есть он в течение, там, наверное, шести лет он этим занимался. Потом он приходил сюда, он подбирал материалы отделки дома. Тоже, говорит, я уже замыкался это красить все, конопатить, говорит, мне надо чем-то его обшить. Он выбирал, чем обшить, мы его материалы показывали. Но это вот обратная связь от тех, кто связался с брусовыми бревенчатыми домами. Да, это может быть красиво, особенно бревно. Особенно большое бревно какое-то. Но это все уже достаточно дорого, и чем больше диаметра, тем это дороже на порядок. И тут вопрос там, если хочу дерево, ну да, тут с этим что-нибудь поделаешь, строитесь дерево, мучаетесь. Но если у вас задача все-таки сделать быстро, дешево и качественно, то обращайтесь к нам. Мы построим хороший, нормальный, качественный, теплый дом. У нас ничего не шатается, не скрипит в домах. Только директор на стуле скрипит. Еще один распространенный косяк при строительстве своего заграндома, особенно это когда первый дом строят, про это забывают, это отсутствие террасы. У нас лето короткое, это там два, а то и полтора месяца. Но, допустим, этот сезон показал, что прям лето все было теплое практически, от начала до конца. Там три месяца, и сейчас еще будет тепло. А сейчас, ну что, сентябрь начал. И когда мы живем за городом, мы большую часть времени проводим именно на улице. Мы не сидим дома, нам нужна, как бы, локация какая-то на улице под навесом. Соответственно, нам нужна либо беседка, либо терраса. И вот пристройка террасы к дому, это наиболее рациональное решение. Во-первых, терраса может быть и крыльцом сразу одновременно, и плюс выходить даже в какую-то не сильно на основную погоду, можно взять, выйти утром с кофем, не одеваясь в ботинки, в какую-то уличную одежду, выйти, постоять, попить, допустим, кофейку. Или посидеть, там, допустим, поесть обед. Приготовили прямо из гостиной, из кухни, трык, вынесли прямо в окошко, поставили, все тепленькое поели. Это очень удобно. Отдельно стоящая беседка, это все-таки она на удалении, туда надо идти, ходить туда-сюда, особенно с едой ходить, это 100% кто-нибудь когда-нибудь упадет и все это разольет по грядкам, по вашим. Поэтому терраса очень полезная штука. Я говорю, прямо до 90% времени летом вы будете проводить на террасе. Да, будут комары там докучать, но это тоже все решается довольно просто. Ставятся эти дымовые вонючки и с комарами, в общем, более-менее проблема решается. Терраса очень важный атрибут, не забывайте про нее. Ну и самый вообще невменяемый косяк при строительстве своего загородного дома, это слушать внимательно, что вам говорят брат, сват, сосед, родственник какой-то дальний. Как правило, они выясняются, что они какие-то там в прошлом мощные строители. Кто, правда, решил, что они строители непонятные, и типа разбираются в вопросе. И начинают советовать всякую ересь, как надо строить, из чего надо строить, как надо делать фундамент. Андрей, широкую на широкую делайте. Блядь, что вы, ёбку, что вы не понимаете? Широкую на широкую делайте. Ты мне ведь направо, направо. Там, какая геология, не надо, я сто лет так делал, делаем вот так. И потом начинается куча различных проблем. Вот сколько мы, опять же, в основном, такие клиенты к нам приходят, когда мы им что-то делаем, реконструируем, либо утепляем, либо какие-то работы с фундаментом делаем, потому что там было какое-то провальное решение по фундаменту, либо еще какие-то проблемы. И начинаешь спрашивать заказчиков, как вы это вообще построили? Ну вот, там нам это делал сосед или родственник, жены, мужа, еще кто-то. Он там строитель. И он нам так насоветовал, он нам построил, он своих рабочих привел, это сделал или кого-то посоветовал. Начинаешь выяснять, а хорошо, он строитель. А какой он строитель? Может, он мосты железнодорожные строил? Ну и да, и там вот начинаешь вопросы задавать, как это в полиции, наводящие. Начинает выясняться, что он строитель, может, строитель, только он строитель вообще ни разу не в области загородного строительства, не частного, а какие-то промышленные объекты, какие-нибудь энергоустановки строил, какие-нибудь плотины проектировал. Черт чем занимался, но только не частным домостроением. И в частном домостроении он, как выясняется, вообще ни хрена не понимает. Но строитель, и его надо слушать. И он начинает всякую ересь нести из своих каких-то непонятных закромов знаний. И люди влипают в такие просто иной раз дикие совершенно проблемы, что, блин, как, за что вам такое вообще? И приходится потом долго, нудно и дорого исправлять все это дело. Поэтому обращайтесь лучше сразу в нормальную строительную компанию, к профессионалам, которые занимаются именно строительством. Или если вы делаете какие-то работы по реконструкции, которые занимаются реконструкцией, которые понимают, как это должно быть сделано и что нужно получить, которые вам скажут, что вы должны получить. Потому что, как правило, люди даже не понимают, что что они хотят. Хотим сайдинг? А там начинаешь 300 вопросов задавать. Нет, оказывается, уже не сайдинг. Хотим еще утеплить, окна поменять, крышу поменять. У нас фундамент просел, опа, понеслось. Там до сайдинга еще как бы луны. Поэтому, чтобы не слушать всяких сватов, братов и всяких прочих родственников, строителей, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте колокольчик. Здесь мы расскажем только проверенную информацию. Такая ссылка, непроверенная. Че-то и фургает какая-то. Информация непроверенная. Слышь, надо делать. А с вами был Филипп. Ставьте лайк, если было полезно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok